Звезда Бетельгейзи Звезда Бетельгейзи Звезда Бетельгейзи Поэтому какие-то сильные взрывы, типа взрыв сверхновых звезд с потоком гамма-излучения, они просто выжигают жизнь, понимаете? Поэтому этот вопрос о том, как влияет на день и ночь, он как бы вторичным становится. Поэтому взрыв сверхновый рядом с нашим Солнцем, он, скорее всего, уничтожит на Земле, по большей вероятности. Резкое повышение температуры за считанные месяцы погубит всё живое на Земле. Но сама суперзвезда-убийца ещё в течение нескольких миллиардов лет будет гореть на нашем небосводе. Но это лишь один вариант развития событий. Сейчас гораздо опаснее для землян наше Солнце. Рядом с ним и на его поверхности в последнее время происходит слишком много аномальных явлений. 14 января 2011 года в одной из китайских провинций в городе Чанчун местные жители вышли на улицу и замерли в оцепенении от удивления и страха. На небе появилось ещё одно Солнце. Температура за одно мгновение подскочила на несколько градусов. Но вскоре второе Солнце исчезло так же неожиданно, как и появилось. В Китае такое происходит не впервые. Появление на небе двух Солнц в этой стране наблюдали 8 января 2011 года. Тогда аномальное явление длилось около часа. Еще раньше, в марте 2009 года, два Солнца наблюдали на востоке страны, в городе Лайян. Что это? Оптическая иллюзия или всё-таки солнечная аномалия? Ответить на этот вопрос однозначно ученые не могут. Но в том, что от Солнца в ближайшее время можно ожидать непредсказуемых явлений, сомнений нет никаких. В последнее время астрономы наблюдали на Солнце аномальную неактивность. Всё это время звезда как бы дремала. На Солнце два года назад был глубочайший минимум активности, когда на Солнце два года не было спочек вообще. Теперь Солнце вступило в новую фазу высокой активности. А это значит, что вскоре на Землю обрушится колоссальная энергетическая волна. Солнце в этом плане задержалось, а потом начало наверстывать упущенное. Что вот сейчас и происходит. Поэтому мы в этом году уже столкнулись с двумя вспышками класса Х. Чего не было практически более четырех лет. Класс Х. Так учёные окрестили самые мощные, а значит и самые опасные солнечные вспышки. Это уникальные по своей мощности процессы выделения световой и тепловой энергии в атмосфере Солнца. Продолжительность солнечных вспышек часто не превышает нескольких минут. А количество энергии, высвобождаемой за это время по мощности, может в сотни раз превышать взрыв атомной бомбы. Первые мощные энергетические удары от Солнца Земля ощутила на себе 8 февраля 2010 года. Всего за сутки на звезде произошло 22 вспышки. Для астрономов это стало неожиданным явлением, поскольку было зарегистрировано на фоне спокойного Солнца. Через четыре дня, 12 февраля 2010 года, на Солнце произошла ещё одна мощная вспышка. Мы по некоторым признакам можем сказать, что данная активная область на Солнце, она может дать вспышку. И мы знаем, что она точно даст вспышку. Но когда, не знаем. В это же время все информационные каналы вещали о сильнейшем землетрясении на Гаити. Стихийное бедствие обрушилось на остров 12 января в 16 часов 53 минуты по московскому времени. За несколько недель до солнечной вспышки. Это было одно из самых мощных землетрясений, известных человечеству. Магнитудой в 7 баллов. В одно мгновение здания и постройки острова сложились, как карточные домики. Жертвами землетрясения стали почти 230 тысяч человек. После основного было зарегистрировано множество повторных толчков, 15 из которых с магнитудой более 5 баллов. Восстанавливать инфраструктуру на Гаити не придётся. Остров нужно застраивать с нуля. Кандидат физико-математических наук Игорь Шестопалов установил связь между солнечной активностью и землетрясениями на Гаити. Изучение взаимосвязи солнца и землетрясений учёный вместе с коллегами начал проводить ещё в середине 90-х. Мы взяли один в начале цикла солнечной активности и сравнили его показания сейсмической активности с числом 5. И вот с самого начала обнаружили отрицательную корреляцию между солнечной активностью и сейсмичностью. Это ещё по данным за 80-е годы прошлого века. Оказалось, что максимальная сейсмическая активность наблюдается во время минимума солнечной активности. По версии учёного, землетрясения на Земле происходят тогда, когда Солнце находится в минимуме своей активности. Полученные из расчётов результаты учёный опубликовал в научном журнале. Каково же было его удивление, когда обнаружились новые факты? Оказалось, что Землю трясёт не только во время того, когда Солнце дремлет, но и во время сверхкрупных вспышек. Самые крупные солнечные вспышки были 23 февраля 1956 года и вот совсем недавно, в 2005 году, 20 января. То есть, но крупные землетрясения происходят не тогда, когда эти вспышки происходят, а немного ранее. Значит, в 2004 году, в декабре, было землетрясение с магнитудой 9, которое тоже вызвало большое цунами и большие разрушения, и много смертных случаев было. Сопоставив все данные сейсмической и солнечной активности за последние 100 лет, Шестопалов обнаружил между ними прямую связь. Своё открытие он назвал вековым циклом. Учёный утверждает, сейчас мы вступили в один из таких циклов. Он наступил в конце 90-х годов, а по солнечной активности чуть с небольшим запозданием. То есть, на один солнечный цикл, примерно на 10-11 лет, он наступил с запозданием. То есть, в наше время мы наблюдаем начало векового солнечного цикла, а в начале векового солнечного цикла солнечная активность очень низкая. Вот то, что мы практически и обнаруживаем. А сейсмическая активность принимает очень большие значения. И мы видим, что где-то вот с середины 90-х годов сейсмическая активность всё время росла. И вот самые крупные землетрясения происходили в 2004 году, в 2005 году. 26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло мощное подводное землетрясение магнитудой в 9 баллов. Оно вызвало невероятной высоты цунами, которое было признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. Многометровая волна достигла берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Погибло, по разным оценкам, до 300 тысяч человек. 8 октября 2005 года в Кашмире произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов. Число погибших составило 84 тысячи человек. 27 февраля 2010 года затрясло Чили. Начало 2011 года ознаменовалось землетрясением в Японии магнитудой свыше 8 баллов. За мощнейшими подземными толчками последовало цунами высотой до 10 метров. Волна стерла с лица земли целые населенные пункты. Жертвами стали почти 12 тысяч человек. Трясти нас будет очень долго. Вот сейчас как раз такой период наступил, когда нас трясти будет долго. Вот года 70-го года до середины 90-х годов, это был самый низкий, самые незначительные были землетрясения в период за 100 лет. То есть самый был спокойный период с точки зрения сейсмической активности. Поэтому сейчас мы вот практически вступили совершенно в новую эпоху с точки зрения и солнечной активности, и сейсмичности Земли. Солнечная активность определяется также количеством пятен на нем, которое постоянно меняется. Так, в 1957 году на Солнце было зафиксировано более 200 пятен. Но через короткое время их число сократилось вдвое. Появление и исчезновение пятен указывает на то, что внутри Солнца идут постоянные процессы, о которых науке ничего не известно. Над разгадкой природы солнечных пятен билось немало выдающихся умов. Первые из них полагали, что пятна это планеты, ближайшие спутники Солнца, которые проходят около его поверхности и закрывают ее. Но это представление разрушил известный астроном Галилео Галилей. Он считал, что пятна это облака, которые плавают в солнечной атмосфере. До сих пор ученым точно неизвестно природа и свойства солнечных пятен. Но последние исследования показывают, когда их количество возрастает, на Земле происходят природные катаклизмы. Это вот жирная пила, это солнечная активность. Вот здесь минимум солнечной активности, а сейсмическая активность все время растет. Значит, вот в 2004 году здесь было землетрясение с магнитудой 9, и поэтому энергия здесь была очень высокой. Сейчас, вот сейчас уже в начале 2011 года, за счет землетрясения в Японии, здесь значение уже сейчас, в начале года, оно тоже будет вот такое, уже не только будет, а уже есть вот такое же большое. То есть сейсмическая активность с 90-х годов непрерывно растет. О взаимосвязи процессов, которые происходят на Солнце и одновременно глубоко под землей, еще в 30-х годах прошлого века заговорил советский биофизик Александр Чижевский. Он установил, что Солнце может влиять не только на сейсмическую активность нашей планеты, но и на возникновение эпидемий. Ученый поэтапно сопоставил солнечную активность с возникновением сильнейших эпидемий самых разных периодов. Исследование Чижевского, это наш соотечественник, довольно известный, написавший по этому большую книгу «Земля обе этих Солнца», который просто проводил многолетние исследования именно вот таких процессов, связь с событиями на Солнце, связь уровня солнечной активности с какими-то явлениями на Земле. Впервые взаимосвязь между солнечной активностью и возникновением эпидемий ученый отметил в 1816 году. Тогда по всему миру прокатилась волна холеры. Эпидемия длилась 7 лет. Вторая пандемия началась в 1827 году. Эпидемия холеры охватила Бенгалию и Индонезийский архипелаг. Болезнь распространялась стремительно по всему миру и длилась почти 10 лет. Третья пандемия холеры началась в 1844 году и продлилась до 1860 года. Четвертая эпидемия охватила 1863 год и бушевала почти 12 месяцев. Во все эти годы одновременно со вспышками эпидемий астрологи наблюдали невероятную солнечную активность. И он в своей книге утверждает и показывает это графиками, что существует несомненная корреляция, что просто какие-то всплески, спады самых разных процессов, они, если на их накладывать всплески, спады солнечной активности, многолетние, они показывают удивительную корреляцию. Тем не менее, до сих пор, и он сам не смог предложить механизма такого воздействия, до сих пор наука, она скорее теряется в этом. Это одна из многих загадок Солнца, над которыми ученые всего мира бьются не одно десятилетие. Как и над тем, откуда Солнце берет свою энергию? Ведь выбросы протуберанцев с Солнца имеют невероятную мощность. Они образуются в результате плотной конденсации холодного вещества, которая поднимается над раскаленной поверхностью солнечной короны. Вот это такое, нечто наподобие огненного танца, это, конечно же, не огонь, а это именно солнечные протуберанцы. То есть это явление, когда вещество Солнца проникает в высоко солнечную корону на огромные высоты, сотни тысяч километров, и образует такие фонтаны, похожие на языки пламени. Протуберанцы могут неожиданно выходить из состояния равновесия и как бы выстреливаться от поверхности Солнца. Такие выбросы могут происходить как за несколько минут, так и в течение нескольких часов. Вот идея, что есть какая-то огромная скрытая часть энергии, какая-то подводная, которая Солнце вырабатывает, но которая находится за пределами наших возможностей инструментальных. 25 февраля 2011 года из атмосферы Солнца поднялся мощный столб плазмы. Его размеры были колоссальны – 600 тысяч километров. Это в 50 раз больше диаметра Земли. На мгновение все ученые замерли в ожидании. Если сверхмощный протуберанец направится в сторону Земли, то наша планета превратится в безжизненный огненный шар. Но, к счастью, фонтан раскаленного газа двинулся в сторону Марса. Откуда берется энергия, до сих пор не до конца объяснимо. То есть до сих пор толком непонятно, за счет чего Солнце такого рода явления производит. Доктор технических наук Владимир Ацуковский выдвигает на этот счет уникальную теорию. Он считает, что Солнце черпает свою энергию из эфира. Если считать, что вот сколько Солнца дает излучение, и благодаря ядерным реакциям, как это считается, то этой энергии хватило бы на 100 миллионов лет. Оно существует 5,5 миллиардов лет или даже больше. Откуда дополнительный источник? Наука этого не знает. А когда мы начинаем смотреть, что Солнце поглощает эфир, который имеет значительно большую температуру, чем тот эфир, который внутри, вот вам дополнительный источник. Понятие эфира существовало еще в глубокой древности. Предки называли его заполнителем пустоты. В 1618 году французский физик Рене Декарт выдвинул гипотезу о существовании светоносного эфира. После этого многие ученые бросили свои силы на поиски неосезаемого газа. В их числе был и наш соотечественник Дмитрий Менделеев. Он в 1904 году опубликовал концепцию мирового эфира, которая бурно обсуждалась в научном мире. Менделеев предполагал, что эфир, заполняющий межпланетное пространство, является средой, которая передает свет, тепло и даже гравитацию. По мнению Дмитрия Менделеева, все пространство заполнено невидимым эфиром, газом с очень малым весом и неизученными свойствами. Эфир оказался газом, газом обыкновенным, вязким, с очень большим давлением и с очень разряженным. Его плотность массовая на 11 порядков меньше, чем плотность воздуха. Тем не менее, он обладает огромной, так сказать, энергией, огромным давлением, благодаря очень высокой скорости своих молекул. А Ньютон, когда попытался найти свойства этой среды, ему это не удалось, он сказал, а зачем нам это знать? Не надо, мы знаем, что это тело влияет на это, а что тут посередине нас вообще не касается. И, значит, эта позиция завоевала всю мировую фундаментальную науку, что нам знать это дело не надо. А Эйнштейн в 20-м году и в 24-м похвативши сказал, что общая теория относительности без эфира немыслима. Но это уже ни на кого не привело впечатление. Обнаружить эфир никому не удавалось, тогда появились противники этой теории. С тех пор поиски эфира прекратили. Но Владимир Ацуковский уверен, газ существует. И под его влиянием огненная звезда выбрасывается своей поверхности во все стороны космического пространства невообразимого размера кометы. Каждую секунду, ну, в крайнем случае, две, должна появляться новая комета. Спрашивается, откуда? С моей точки зрения. Из точки, значит, кометы порождаются в основном Солнцем. А Солнце является таким хорошим внешним стимулятором вот всяких таких процессов. Потому что, особенно тогда, когда вот оно там выстреливает там вещество или выстреливает кометы. Это наше счастье, что кометы прямо от Солнца не врезались к нам сюда. По гипотезе Ацуковского, энергии у Солнца столько, что с помощью эфира оно ежесекундно может выбрасывать несколько десятков комет. И солнечная корона – не что иное, как выбросы эфира. Ну, вот корональные иглы. Почему, спрашивается, вся корона в виде таких игл? Почему? С моей точки зрения, это выбросы эфира. И, в частности, в них происходит выброс комет. Изучить необычные свойства солнечной короны ученым пока не удалось. Ведь температура внешнего слоя атмосферы Солнца выше одного миллиона градусов по Цельсию. Тогда как температура видимой поверхности Солнца или фотосферы не превышает 6000 градусов по Цельсию. Это противоречит физическим законам. Если мы представим, что оказались на Солнце и стали удаляться от нагретой поверхности, то по всем известным законам мы почувствуем похолодание. С Солнцем все иначе. Если мы начнем подниматься вверх от его поверхности, сначала обнаружим, что температура падает, но затем, после еще небольшого подъема, температура резко вырастает до максимального значения. Есть некие процессы на короне, на Солнце, до сих пор непонятные нам. Например, процесс нагрева короны. Скажем, Солнце имеет поверхность холодная, около 6000 градусов, и вдруг на одной холодной поверхности возникает горячая корона Солнца, атмосфера Солнца с температурой около миллиона. То есть получается, что холодное греет горячее, что вообще говоря, непонятно. О механизме нагрева солнечной короны ученые выдвинули несколько предположений, но ни одно из них до сих пор не подтверждается. Член-корреспондент Академии космонавтики имени Циолковского Павел Свиридов объясняет такое свойство Солнца его искусственным происхождением. Это, возможно, просто механизм существования нашей Солнечной системы, часть механизма. Вот внутри нашей клетки есть там рибосомы, там ДНК, там, они, часть этой клетки, без них там мембраны всякие, без них она бы не могла существовать. Так и это. Может быть, это просто часть механизма, благодаря которым функционирует наша Солнечная система. В марте 2007 года на официальном сайте НАСА один за другим стали появляться качественные снимки поверхности Солнца. При подробном изучении фотографий исследователи обнаружили на них необычные объекты, которые перемещались над солнечной короной. Вот эти самые нашумевшие снимки НАСА, они говорят, что это артефакты, но артефакты не могут перемещаться во времени по определенной траектории. А мы это можем видеть, что они имеют траекторию, они имеют некую структуру, которая очень похожа на техногенную. Снимки были сделаны во время эксперимента под названием стерео. 25 октября 2006 года с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Дельта-2. Она вывела в космос два одинаковых спутника обсерватории, чтобы фиксировать параметры деятельности Солнца. В течение нескольких недель эти спутники медленно вращаясь удалялись друг от друга. Вскоре первый спутник приблизился к Луне, и под действием ее гравитации аппарат отбросило ближе к Солнцу. Затем его догнала вторая космическая обсерватория, и оба спутника поселились на орбите Солнца. Спутники начали дрейфовать и удаляться от Земли в разные стороны. Такое положение позволило зафиксировать изображение Солнца сразу с двух сторон. Как только снимки поместили на официальном сайте НАСА, сразу же появилось несколько версий о природе необычных пятен. Ведут споры о том, что это неопознанные объекты, и более того, по скоростям их перемещения, что они движутся в высшей скорости света. Дело в том, что в рентгеновской оптике существуют разные погрешности оптики, скажем, пятно на фильтре, скажем. Ну, вот, скажем, какого-то повреждения фильтра. Соответственно, когда получаете изображение, в это местное изображение получается очень, как бы, такое темное пятно. По мнению ряда исследователей, эти объекты должны быть размером с нашу планету. Но странно то, что они не сгорают в солнечной короне. Пятна присутствуют абсолютно на всех снимках, и траектория их постоянно меняется. Официальные источники НАСА дали по этому поводу исчерпывающий комментарий. Пятна – ничто иное, как дефект изображения. Такое упорядочение артефактов уже наводит на то, что это не дефекты пленки, не дефекты съемки. Мы можем заметить, что на каких-то снимках эти артефакты ретушируются и просто стираются. Видно, что эти объекты имеют сложную структуру, ромбовидную, имеют какие-то такие отростки, которые наводят на мысль о том, что это опоры. Ученые проследили траекторию движения пятен, обработав все снимки, начиная с 2007-го и заканчивая 2011-м годом. Тогда стало ясно, что эти объекты не имеют ничего общего с дефектами фотопленки, ведь движутся они в определенном направлении. НАСА – это орган, который создан в первую очередь для дезинформации. Потому что, если посмотреть историю его создания и то, что было записано в уставе, это военная организация, которая в том числе использует методы дезинформации. Что это? Дефект оптики? Или же на самом деле человечество столкнулось с неопознанными объектами, которые уже давно используют энергию Солнца в своих целях? Сегодня звезда слишком плохо изучена человеком. Ни у одной страны мира нет технологической возможности приблизить спутник на максимально близкое расстояние к этой раскаленной звезде. При температуре, которой обладает Солнце, даже сверхпрочный металл превращается в пар. Но у России сегодня появилась возможность стать пионером в изучении Солнца. научная экспедиция Интергелиозонд стартует в 2014 году. Ученые надеются, что их аппарат сможет подойти на максимально близкое расстояние к Солнцу, туда, где не был еще ни один спутник. Впервые как бы должны будем использовать защитный экран, потому что, когда мы приближаемся в три раза ближе, значит, в квадрат раз, в девять раз увеличивается нагрев от Солнца. Ну, считайте, в десять раз. И поэтому аппаратура может очень сильно нагреваться. И поэтому, наверное, надо защищать ее. Это будет такой экран, который будет защищать. Значит, она будет нагреваться и отдавать тепло и излучение. И поддерживать температуру за экраном рабочую температуру. И у каждого прибора будет своя система, чтобы тоже не было перегрева. Но для того, чтобы эксперимент удался, ученым придется решить еще одну проблему, с которой сталкиваются все, кто изучает Солнце. Преодолеть расстояние в 140 миллионов километров. Пока ни один созданный человеком космический корабль и даже спутник не может подлететь близко к звезде. И тогда российским ученым пришла в голову идея воспользоваться притяжением других планет. Интергелиозонд планируется направить к Солнцу с использованием гравитационного маневра у Венеры. Но чтобы приблизиться к Солнцу, это не так просто. Потому что это требует мощную ракету или большое время. Одно их произведение постоянно. То есть, либо мощная ракета, вы быстрее летаете, либо вы малой ракетой дольше летите. И, грубо говоря, чтобы попасть в ближайшие окрестности, ближе, нужно эту скорость погасить. Современные ракеты дают примерно 10-12 километров в секунду. И это предел. Поэтому, в частности, для сближения используют такие баллистические схемы с гравитационными маневрами у планеты. Интергелиозонд попадет прямо в корону Солнца на расстоянии в 30 миллионов километров от поверхности звезды. Никогда еще земной объект так близко не подбирался к Солнцу. Предшественником Интергелиозонда был спутник Короносфотон. Он был запущен 31 июля 2001 года с космодрома Плесецк, чтобы исследовать глобальные колебания Солнца. Но Короносфотон мог изучать звезду только с дальних расстояний. Тогда перед конструкторами была поставлена задача разработать спутник, который смог бы максимально близко подобраться к Солнцу и не сгореть. Тем более, что уже в декабре 2009 года Короносфотон был безвозвратно потерян в просторах космоса. Новый спутник Интергелиозонд в несколько раз превосходит своего предшественника. Короносфотон это третий был спутник программы Коронос. У нас следующий по программе идет проект Интергелиозонд. Она наряду с тем, что она наблюдала Солнце и смотрела выбросы и вспышки активность, она летала в околоземном пространстве на низкой орбите и регистрировала все, что проявлялось. Космические лучи, которые достигали, радиация. Пока программа Интергелиозонд только на стадии разработки. Но если ее удастся воплотить в жизнь, то человеку откроются фантастические перспективы. космическая наука выйдет на новый уровень. Наконец удастся составить более полное представление о звезде, которая не только подарила жизнь всей Земле, но и может в любой момент уничтожить ее. Ученые до сих пор не понимают, от чего зависит солнечная активность. Существует версия, что ее колебания результат воздействия на звезду других планет. В частности, большой квадрат.